Наталья Валентиновна, здравствуйте. Здравствуйте. 18 января в нашей стране стартовала массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В Полевском чуть позже, но все-таки старт тоже был дан. Как в целом у нас идет вообще прививочная кампания? Насколько полевчане активны? У нас прививочная кампания началась 25 января, немного попозже, чем в Северной Российской Федерации. Мы уже вакцинируем на сегодняшний день четвертую неделю. Всего наш город получил 1940 доз вакцины против коронавирусной инфекции. И на сегодня у нас привелись первым компонентом 1588 человек. С 25 января мы начали прививать во второй поликлинике. С 9 февраля мы передали часть вакцины в Северский трубный завод. И с 11 февраля у нас открылся кабинет в южной части. То есть сейчас практически три пункта вакцинации в городе против коронавирусной инфекции. Кому в первую очередь нужно задуматься о вакцинопрофилактике новой коронавирусной инфекции? Ну вот сначала были внесены изменения в нацкалендарь. Были прописаны медицинские работники, как это следует полагать, что необходимо в первую очередь медицинских работников, педагогов привить. А сейчас в приоритете лица старше 60 лет. То есть вот на них особое внимание. И вот опять внесены изменения в нацкалендарь. И они входят в первую группу по вакцинации. На сегодняшний день у нас в городе Полевском насколько активны как раз-таки тогда пенсионеры? С желанием идут в прививочные кабинеты? Ну да, да. Хочется отметить, что с желанием записываются, приходят с семьями. Вакцинация у нас проводится по субботам. Очень активно пенсионеры прививаются. Наверное, очень много, скажем так, слухов или, наверное, они рождаются от незнания про побочные эффекты вакцинации. А как на самом деле переносится прививка? Ну вот мы привили, как я сказала, 1588 человек. Вакцина переносится нормально. То есть вот у какого-то процента граждан, у небольшого количества людей, может быть температура, может быть отечность. А так в целом обращение каких-то таких с серьезными последствиями, аллергических реакций нет. Мы наблюдаем пациентов в течение 30 минут после вакцинации. Каких-то серьезных реакций нет. Температура, да, может быть. Это в принципе нормально, это входит в такие реакции после прессии. Высокая? Ну по-разному, у кого-то 37, у кого-то 38 с лишним. Долго держится? День-два, день-два, как бы три. Там даже разрешается вот по инструкции такое гриппоподобное состояние до 7 дней, от 3 до 7 дней после прививки. Ну то есть если кто-то решается на прививку, этот человек трудоустроен и работает, лучше на пятницу, да, наверное, запланировать? Ну конечно на пятницу, на пятницу всех тоже, мы же не сможем всех привить в пятницу. Ну в субботу можно прийти как раз таки. Да, тем не менее, сама поставила прививку, принесла довольно-таки хорошо, без всяких побочных явлений. И какой вакциной сегодня прививаете полевчан? Мы работаем нашей российской вакциной, которую произвел институт имени Гамалеев, вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК. Есть ли какие-то противопоказания к вакцинации или же наоборот показания? Ну к любой вакцинации всегда есть противопоказания. Здесь в первую очередь это тяжелые иерологические реакции. Если вот допустим ранее люди ставили прививки и как-то тяжело переносили, были отеки к венке, были анафилактические реакции или какие-то сильные реакции, допустим местные, тогда конечно же нельзя прививку делать. А так как обычно острые заболевания, обострение хронических, беременность, период грудного вскармливания. И вот есть такие рекомендации у людей, у которых есть хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, у кого они не стоят на учете, то есть все-таки проконсультироваться. И с большой осторожностью прививать пациентов с онкологией. То есть даже не запрещается, но там вот индивидуально доктор должен решить, все-таки прививать или нет. Что касается антител, если человек сдал кровь и в результате анализа он видит цифры, которые свидетельствуют о том, что у него уже есть антитела к новой коронавирусной инфекции. Вот здесь вот какой показатель можно считать, если так можно выразиться, за норму, при каких показателях все-таки стоит задуматься о вакцинации? К примеру, если это может быть один, два, когда очень маленький титр, стоит ли вакцинироваться? А при каком титре стоит, что называется, пожить собственными антителами? Ну, исходя вот из опыта уже, так скажем, больницы, потому что методических рекомендаций пока мы никаких не видим. Ну, где-то вот до 10, считается от 10 хорошей, как бы неплохой иммунитет. То есть мы рекомендуем не прививаться какое-то время, сколько-то месяцев, а у кого до 10, мы рекомендуем все-таки сделать прививку. Потому что со временем месяц пройдет, 2-3, иммунитет все равно очень снижается. То есть вот если вы преодолели рубеж в 10, то... Да, это примерно так, да. Если ниже, то стоит уже позвонить по телефону? Да, стоит позвонить и записаться. Но это, еще раз говорю, это тоже как бы из нашего опыта, из опыта больницы, из опыта наших докторов. Скажите, по какому номеру вообще ведется запись и как ведется запись? Мы знаем, что вакцина, она достаточно требует особого хранения, и вакцинация отсюда проводится в строго регламентированном порядке, в строго определенное время после разморозки. Да, вакцина проводится двукратно. Я уже говорила, раньше состоит из двух компонентов. То есть первую прививку нужно поставить в выбранный день, вторая прививка ставится через 21 день, максимально через 28, если по каким-то причинам человек не смог прийти через 21 день. И запись у нас производится по телефонам Кул-центра 45903. И также можно записаться через сайт ЦГБ. Там вкладочка такая есть, оставляет пациент свои данные, свой контактный телефон. И потом Кул-центр связывается, назначает дату, предлагает какое-то время, и пациенты таким образом приходят. На вторую прививку точно также приглашают. Кстати, с сегодняшнего дня у нас мы начали уже вакцинировать второй компонент. То есть от 21-го мы начали первый, а вот прошло ровно три недели. Сегодня мы начинаем делать пациентам, которые раньше сделали первый компонент, уже второй. Как вообще, что называется, люди воспринимают ваше предложение, наверное, вакцинироваться? Очередь большая. Вот сколько сегодня в ожидании, в листе ожидания тех, кто ожидает приглашения и звонка от Полевской ЦГБ? Ну, записано около 900 человек, то есть каждый день практически поступают звонки, где-то 20-30 человек записываются, а также подают списки предприятий и организаций. И тоже мы работаем с ними в частном порядке, и каждый день производим запись. Запись идет практически непрерывно. Люди с желанием. Спасибо вам большое за беседу, Наталья Валентиновна. Я думаю, что полевчане получили достаточно, наверное, открытые и полные ответы на самые интересующие их вопросы. Спасибо вам. Спасибо.